Губернатор Московской области Андрей Воробьев в дополнение к мерам социальной поддержки, предоставляемым из федерального бюджета, поручил провести во всех муниципалитетах работу по организациям региональных выплат и раздаче бесплатных продовольственных наборов для наиболее незащищенных слоев населения. О том, как ведется эта работа в нашем городском округе, рассказала начальник Щелковского управления социальной защиты населения Жанна Пеняева. Во-первых, будет увеличен размер выплаты семьям, в которых воспитываются дети, до полутора лет. Этот размер будет увеличен в два раза и составит сумму 6751 рубль. Следующая мера соцподдержки направлена на семьи, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет и являются малообеспеченными. То есть, на сегодняшний момент те семьи, чей доход не превышает 13 115 рублей. Выплата в месяц составит 6 344 рубля. Данная мера соцподдержки будет назначена с 1 января 2020 года, но документы управления социальной защиты начнет принимать с 1 июня. После 1 июня граждане, то есть семьи малообеспеченные, могут подать заявление через портал госуслуг. Денежная помощь – это важно, но в условиях пандемии и самоизоляции не все жители могут сходить в магазин. Мы попросили Жанну Альбертовну рассказать о продолжающейся работе по обеспечению разных категорий граждан бесплатными продуктовыми наборами. Мы поинтересовались, как эта работа будет организована в дальнейшем. На данный момент нами выдаются продуктовые наборы гражданам 65+, малообеспеченным, одинокопроживающим, продуктовые наборы многодетным семьям, продуктовые наборы семьям, где воспитывается один или два ребенка, а также продуктовые наборы, предназначенные для малышей. То есть это детки в возрасте от нуля до шести месяцев и от шести до месяцев и старше до двух лет. Мы спросили Жанну Альбертовну и о том, что будет в наборах. Перечень продуктов утвержден в зависимости от категории семьи, кому предназначается данный набор. То есть для граждан пожилого возраста это свой состав набора, куда входит мука, крупа, тушенка, сгущенка, масло растительное, молоко. Семьи многодетные, конечно же, так как детей в семье от трех и более, соответственно, его масса в два раза больше и состав продуктов несколько другой. Ну и, соответственно, для малышей, куда входят памперсы, детское питание, предметы гигиены, то есть это влажные салфетки. После обращения губернатора к представителям бизнес-сообщества в области собрано 335 миллионов рублей на приобретение продуктовых наборов и средств индивидуальной защиты. Одновременно с поддержкой из области помощь в приобретении товаров первой необходимости для малоимущих жителей приходит и от щелковских предпринимателей. Предприниматели городского округа Щелково, они также оказывают содействие, это и благотворительные фонды оказывают содействие по выдаче не только продуктовых наборов, но и так называемых медицинских наборов, куда входят маски, перчатки и средства первой необходимости. Поэтому хотелось бы выразить благодарность за работу, которая сейчас крайне необходима. Еще одно направление дополнительных мер социальной поддержки – материальная помощь неработающим одиноким пожилым людям. На сегодняшний день 48 тысяч человек, но сюда относятся граждане 65+, а также граждане с хроническими заболеваниями, получили 3000 рублей. То есть это в соответствии с постановлением губернатора Московской области полторы тысячи в начале пандемии и полторы тысячи после 14 апреля. На сегодняшний день основная масса граждан городского округа Щелково данную выплату получили. Те, кто еще выплату по каким-либо причинам не получили, они ее получат, потому что нами сделаны запросы в Минздрав, потому что это в основном граждане с хроническими заболеваниями. И формирование данных выплат продолжается и на сегодняшний день. Еще одно направление дополнительных мер социальной поддержки – материальная помощь одиноким пожилым людям. Это ежемесячная выплата в размере 1000 рублей. Сейчас также уже списки сформированы. По городскому округу Щелково это 7850 человек, которые получат данную выплату и будут ее получать ежемесячно. С документами обращаться никуда не надо. Данная выплата сформировалась на основании баз данных, а также в результате межведомственного взаимодействия с необходимыми организациями. Жанна Пеняева попросила жителей в наше непростое время в условиях пандемии неукоснительно соблюдать меры самоизоляции. Мне хотелось бы попросить всех оставаться дома. На сегодняшний день все меры социальной поддержки, которые предоставляются по линии Щелковского окружного управления соцзащиты, можно оформить через портал госуслуг. Также можно подать заявление в электронном виде на электронный адрес Щелковского окружного управления. То есть на сегодняшний момент необходимости приходить в организацию нет. Мы рады всех будем видеть по окончании режима самоизоляции. Поэтому здоровья всем и оставайтесь дома.